Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы также делали и в детстве прививки. Я думаю, что в этом нет ничего такого страшного. Обычная прививка, ничего более. В городском округе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. То, что муж утром подарит, то и понравится. В общем, всему рада буду. Главное, что не забыл и поздравил. Что мужчины собираются дарить на 8 марта и какие подарки девушки сами ожидают в нашем сюжете. Удивляются. Ой, дама за рулем. Приятные комплименты говорят. О сильных женщинах в мужских профессиях в преддверии Международного женского дня расскажет Луиза Игия Зарян. «Все зависит от того, на что ты настроен. Если ты настроен на победу, то у тебя будут результаты лучшие». Начался региональный этап всероссийских игр школьных спортивных клубов. А теперь подробнее об этих и других новостях. В марте 2021 года вступили в силу новые законы. Изменения коснулись семей с детьми, работников общественного транспорта и управляющих компаний. С 1 марта семьи с низким доходом и имеющие детей до 3 лет вновь должны предоставлять заявление на получение выплат. В случае смены места жительства гражданам необходимо сообщать об этом в уполномоченные региональные органы и пенсионный фонд. С 7 марта высаживать детей без билетников из общественного транспорта будет нельзя. Закон касается россиян моложе 16 лет. Нововведения добавили в уставы автомобильного и городского наземного электрического транспорта. С 1 марта введены новые требования содержания многоэтажек и дворов. Придомовые территории должны быть хорошо освещены и благоустроены. Строго контролируется теперь и вывоз мусора. А на расстоянии не более 100 метров друг от друга управляющие компании обязаны поставить урны. Штрафы за неповиновение силовикам увеличили с этого месяца. Взыскания в том числе получат за нарушение закона на митингах. Однократный проступок повлечет штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Новая рабочая неделя началась с оперативного совещания в администрации Люберец. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались главе округа в проделанной за последние 7 дней работе. Доклады спикеров выслушала и наша съемочная группа. 1600 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. Стражи порядка возбудили 22 уголовных дела. 18 преступлений удалось раскрыть по горячим следам. В зоне обслуживания ведомства зафиксировано 218 ДТП. Один человек пострадал. А пожары, которые произошли на территории округа, не причинили вреда здоровью людей. Люберец, улица 3-я почтового отделения, дом 58, квартира 118. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение балкона. На 12-м этаже 14-этажного жилого дома была угроза распространения огня на 13-й этаж через балкон. В результате правильных и грамотных действий руководителя тушения пожара и личного состава пожар удалось скриптировать тех размеров, которые он принял на момент прибытия пожарного подразделения. Слаженно работала и система ЖКХ городского округа. Аварийных ситуаций не зафиксировано. Силы ресурсоснабжающих организаций брошены на устранение последствий резкого повышения температуры. С 26-го числа сотрудниками Люберецкого водоканала было сформировано 4 бригады, 14 из 16 человек и 2 единицы техники. Данные бригады работали в круглосуточном режиме. За данный период откачано более 3000 метров кубических воды. Ситуация была взята на основной контроль. И, скажем, все основные места потопления, которые у нас выявлены, о которых мы знаем, практически все в этот период были ликвидированы. В проделанной работе отчитались сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства. Участники совещания обсудили также ход вакцинации в округе. А в конце встречи подвели спортивные итоги недели. Луиса Айгия Зарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Защититься от коронавирусной инфекции могут все желающие от 18 лет. Для удобства жителей в округе открываются дополнительные прививочные пункты. Один из них заработал в Малаховке. Надоело сидеть дома и бояться за здоровье близких. Так жительница Малаховки Светлана Матвейко объяснила свой приход в пункт вакцинации от COVID-19. Прививка, уверена, женщина вернет жизнь в привычное русло. Хочется помечтать про отпуск, про друзей, про путешествия. Ну, про все, что я люблю. Хочется в кино с внуком. А вот это годовалое сидение наше как-то уже надоело. Поэтому прививка, кажется, просто спасение. За вакциной далеко ездить не пришлось. Стационарный пункт открылся недалеко от дома, в здании территориального управления Малаховка-Краскова. Предварительная запись, в отличие от поликлиники, здесь не нужна. Все, что требуется, это паспорт, полис ОМС, НИЛС и отсутствие противопоказаний. Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, возраст до 18 лет, беременные и кормящие мамы. Новый пункт вакцинации работает три дня в неделю. По вторникам и средам сделать прививку можно с 16 до 21.00, а по субботам с 11 до 15.00 перед уколом каждого пациента осматривает врач. Мы также делали и в детстве прививки, нам делали, и я думаю, что в этом нет ничего такого страшного. Обычная прививка, ничего более. Вакцинация проходит в два этапа. После первого укола должно пройти три недели. Каждому, кто сделал прививку, выдают памятку с информацией о возможных побочных действиях и о самом препарате. Эффект от вакцины, безусловно, есть. Гам-Ковид-Вак опубликованы данные об эффективности 91,6%, что является очень хорошим показателем. Именно эта вакцина у нас сейчас есть в наличии. И об этой вакцине накоплен максимально возможный опыт по ее применению. Мы ей вакцинируем с 25 ноября. На базе Люберецких поликлиник открыто 8 пунктов вакцинации от COVID-19. Еще 9 стационарных точек развернута в торговых центрах и местах массового посещения людей. Ознакомиться с адресами и графиками работы прививочных пунктов можно на сайтах администрации городского округа Люберцы, Люберецкой областной больницы и в соцсетях. Несмотря на потепление, коммунальные службы Люберец продолжают очищать городские дороги от снега. Ежедневно десятки спецавтомобилей и сотни человек чистят Люберецкие улицы. Григорий Ворварин пообщался с теми, кто каждый день делает городские дороги чистыми. Павел Заводин, дорожник со стажем, трудится в этой сфере 15 лет. Но и он не припомнит, чтобы зима была такой снежной. Говорит, самым напряженным выдался февраль. Не успевали очистить улицы после одного снегопада, как начинался следующий. Водитель снегоуборщика считает, дело двигалось бы быстрее, если бы днем поток автомобилей не был таким плотным. Приходится лавировать между машинами. Зато ночью и скорость выше, и количество улиц можно очистить большее. Самое главное, чтобы углы отвала были четко отрегулированы. Полицейский лежащий проходишь, плуг проходит мягко, а когда колеса наезжают, если угол неправильно остановлен, плуг поднимается при наезде колесами на лежащий полицейский. И оставляет очень много снега. За смену одна колонна спецтехники проезжает около 130 километров. Общая протяженность муниципальных дорог, находящихся на обслуживании Люберецкого ДЭП, 320 километров. На расчистке их от снега ежедневно задействованы больше сотни человек и 84 единицы спецтехники. Снегоуборщики, погрузчики и самосвалы. На территории также работают пять подрядных организаций по муниципальной сети. В первую очередь стараемся убрать центральные дороги. И дороги, по которым ездят маршруты, автобусы, маршрутное такси. Пока идет снег, на городские улицы выезжает только техника для обработки дорог противогололедной смесью. Эта процедура проводится не реже одного раза в четыре часа. А уже после снегопада у дорожников есть ровно сутки, чтобы очистить Люберецкие улицы от снега и не допустить дорожных заторов. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Помогли видеокамеры. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного жителя. Он подозревается в краже транспортного средства. Установлено, что водитель автомобиля, работающий в фирме по доставке товаров, оставил ключи в замке зажигания и отлучился. Этим воспользовался злоумышленник, сел в автомобиль и скрылся. По камерам видеонаблюдения удалось вычислить местонахождение грузового фургона и задержать подозреваемого. Во время личного досмотра у него обнаружили и изъяли документы потерпевшего, а также ключи от украденного автомобиля. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом. Бесхозные сети горячего водоснабжения, а также тепловые сети в поселке Красково перешли в собственность городского округа Люберцы. Такое решение единогласно приняли депутаты на очередном заседании. Также парламентарии заслушали отчет о деятельности Люберецкой полиции в 2020 году. Как отметил начальник муниципального управления МВД России Люберецкой Евгений Романцев, в прошлом году произошло снижение имущественных преступлений, в первую очередь краж. При этом возросло число убийств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Также главный люберецкий полицейский рассказал депутатам о том, что в настоящее время штат муниципального управления не укомплектован на 8%. Не хватает участковых, следователей и сотрудников патрульно-постовой службы. Это в связи с тем, что тяжело было пройти местные медкомиссии, потому что врачи не принимали. Из-за этого, наверное, такой дефицит сейчас возник как бы здесь у нас. Но так в среднем всегда 5-6% он существует. Глава люберец Владимир Ружицкий подписал с представителями бизнес-сообщества три соглашения о сопровождении инвестиционных проектов. На встрече присутствовали руководители крупных компаний округа. Производитель весоизмерительной техники Тенза-М планирует создать новый складской комплекс. Изготовитель кухонной мебели и кухни Треволи запустит новую производственную линию. ФДА-компани также планирует модернизировать производство. По словам Анны Исуповой, генерального директора косметической компании, данное соглашение поможет создать новые рабочие места и воспитать кадровый резерв. В реализации этих планов также заинтересована и администрация округа. Мунициплид заинтересован в создании новых рабочих мест и, естественно, в повышении оборота вашей компании, в повышении заработной платы, что в конечном итоге приводит к повышению собираемости налога. Накануне 8 марта Владимир Ружицкий встретился с руководителями активом женских общественных организаций. Они обсудили патриотические и социальные проекты, которые планируют реализовать на территории городского округа. С идеями представительниц прекрасного пола ознакомилась и наша съемочная группа. 8 марта – это не только концерты и торжественные встречи, но и разговоры за круглым столом. В этом случае объединили два формата. И важные вопросы обсудили, и песни любимых исполнителей послушали. Все цепи, что только есть, насыть ее основу. Таких офлайн-собраний не было давно. За последний год у люберецких женщин накопилось много идей и планов. Большинство из них не удалось реализовать из-за пандемии. Пришло время исправить это. Без мужской поддержки никак, поэтому на встречу пригласили главу люберец Владимира Ружицкого. В муниципальном управлении, где-то на госслужбе, на предприятиях, я вам скажу точно, что справа, что слева, это, как правило, женщины. Что касается структур таких общественных, и бизнес-сообщества, ветеранские организации, разного рода общественные организации, то их возглавляют тоже женщины. Я хотел бы вам сказать в очередной раз огромное спасибо, потому что вы являетесь лицом нашей территории. Один из проектов посвящен юбилейной памятной дате, 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Участницы встречи предложили провести конкурс среди школьников на лучшее сочинение. У войны не женское лицо. Смысл этого сочинения, чтобы они либо своих родственников, о своих родственниках рассказали, либо о тех женщинах-героях, которые участвовали в Великой Отечественной войне, мы бы поехали на экскурсию в город Дуговщину Смоленской области. Там находится музей памяти Люберецкой дивизии. Участницы круглого стола обсудили ряд других тем от бизнеса до благотворительности. В планах у люберецких женщин развитие уже существующих и создание новых социально значимых проектов. Депутат Государственной Думы России Лидия Антонова поздравила волонтеров. Добровольцам вручили благодарственные письма. Волонтеры – это люди, без которых в последнее время большинству жителей Подмосковья трудно представить свою жизнь, отметила она. Награды от имени Лидии Антоновой вручил председатель общественной палаты городского округа Петр Ульянов. Сегодня мы произвели эту торжественную процедуру с участием Лидии Николаевны. Сегодня она участвовала с нами онлайн. Она каждого человека знает, с каждым знакома, знала о его работе на протяжении этого сложного года, потому что мы информировались сейчас и через социальные сети, и по всем этим возможностям. Волонтерство, наверное, стало образом жизни нашей в связи с такой тяжелой ситуацией. Мы не оставались в стороне, чтобы помочь пожилым людям, многодетным мамам, детишкам, конечно. Концерт в честь милых дам. Зал Дворца Спорта Триумф наполнился атмосферой, которую так долго ждали зрители. Впервые после снятия ограничений там прошло праздничное мероприятие. За выступлениями артистов и эмоциями виновниц торжества следила наша съемочная группа. Этот праздник, ну как, олицетворяет нас, женщин, красивых, любимых, тружениц. А еще он олицетворяет наступление весны. Женский праздник приходит, когда все вокруг оживает и расцветает. Даже сцена, которая долгое время пустовала. О большом вкладе женщин в развитие городского округа Люберцы можно говорить бесконечно. Именно они составляют основной костяк систем здравоохранения и образования. Представительницы прекрасного пола несут службу в правоохранительных органах, занимают высокие должности в различных структурах. Если есть успешный мужчина, если получается что-то, то я вам гарантирую, рядом заместители женщин. Потому что женщины свойства. Это ответственность. Накануне Международного женского дня особой наградой отметили депутата Государственной думы Лидию Антонову. За большой вклад в развитие Люберец она удостоена звания почетный гражданин городского округа Люберцы. Я в общем очень тронута тем, что вы такое решение приняли. Оно, конечно, относится ко многим людям, с которыми я работала здесь, в Люберцах, и вообще в Подмосковье. Это наша большая-большая команда. Поздравления в адрес женщин прозвучали от представителей региональной власти. К жительницам Люберец обратился депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Дорогие девочки, девушки, бабушки, поздравляю вас с этим замечательным весенним женским праздником. Вы – наша опора, а мы – ваша опора. Вы должны быть вместе, любить друг друга, ценить их. В этом году, 8 марта, отмечается не только женский праздник, но и наступление Масленичной недели. Есть двойной повод для радости и для поздравлений. – Семейного благополучия, чтобы достаток всего в семье, чтобы пенсии нам маленько прибавляли потихоньку, а так – главное – здоровье. – Конечно, всем огромного мира, здоровья, благополучия, чтобы было все хорошо. – С большим, великим праздником. И что вам пожелать только? Главное – здоровья, здоровья и еще раз здоровья. – Пожелания в этот праздничный вечер выразили и творческие коллективы. Люберчанок поздравили лучшие артисты округа. А главным музыкальным подарком стало выступление эстрадного певца и композитора Авраама Руссо. Увидеть женщину за рулем автомобиля – дело уже привычное. А вот представительница прекрасного пола, управляющего большим пассажирским автобусом, встретишь не каждый день. Нашей съемочной группе повезло дважды. Накануне 8 марта она познакомилась с обладательными цены женской профессии. Они стали героинями следующего сюжета. Приезд готова, могу спокойно выезжать. Перед выездом – проверка технического состояния. Убедившись, что железный конь готов к труду, Ирина Андреева садится за руль крупногабаритного автобуса. Последнее приготовление и в путь. На протяжении 7 лет Ирина работала кондуктором. Наблюдая за водителем, решила взять управление транспортом в свои женские руки. Впрочем, любая мужская работа ей по плечу. Я все умею. И гвоздь забить, и присверлить, и просверлить что-то, и шкафчик повесить. И еще у меня есть одна профессия. Я сварчик четвертого разряда. У нас две сестры, две дочери у родителей были. Папа меня как старший воспитывал мальчишкой. С тем, что водитель автобуса профессия не для женщин, Ирина не согласна. Такого же мнения придерживаются пассажиры. Женщинам мы в большей степени доверяем, чем мужчинам. Почему? Потому что женщины более ответственны. Именно эта черта характера привела в профессию и Ольгу Лебедеву. Начинала карьеру также с должности кондуктора. Ответственному сотруднику предложили обучение на водителя. Женщина согласилась и не пожалела. Удивляются. Ой, дама за рулем. Приятные комплименты говорят. Это как бы бодрит. Когда выходят, говорят, ой, спасибо за плавное вождение, за хорошую доставку. Нет пассажиров плохих. Просто надо как бы найти подход к каждому пассажиру. Я это тонко чувствую. Всего в Люберецком филиале Мострансавта работает 12 женщин-водителей. На хрупких женских плечах лежит и руководство крупной транспортной компании. В автоколонии 1787 Евгения Гусева уже 27 лет. Последние 4 года возглавляет предприятие, где подавляющее большинство сотрудников – мужчины. Я была первой женщиной, руководителем именно Мострансавта. Конечно, это была большая ответственность. Это такой вот, знаете, карт-бланш, который мне доверили руководители. Ни женских профессий не бывает. Уверены наши героини. Главное, по их мнению, любить свою работу и делать ее с удовольствием. Это оценят и коллеги, и пассажиры. Спасибо вам большое. С наступающим праздником. Больше вам улыбок и хорошего, позитивного настроения. Луиза Игазаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Дорог не подарок, дорого внимания. 8 марта эта фраза перестает быть актуальной. К такому выводу пришли аналитики одной из российских интернет-компаний. После того, как подвели итоги социологического опроса. Цветы, наверное, точно. Я думаю, это классический. И кольцо хочу. Хочется какой-нибудь бриллиант. Ну, не знаю, наверное, украшения какие-нибудь ювелирные. То, что муж утром подарит, то и понравится. В общем, всему рада буду. Главное, что не забыл и поздравил. Я хочу, чтобы мне подарили на 8 мая Маза зайчика. Хочу себе этот, как его, браслет Пандора. А что за браслет? А он такой, красивенький. Ну, мне муж подарит. То есть он уже в курсе, да? Да, я ему уже сказала. А вот люберецкие мужчины с выбором подарка для женщин пока не торопятся. Считают, что времени еще предостаточно. При этом сумму, которую готовы потратить, уже отложили. 3 тысячи рублей. А вы что ждете? Какой подарок? Ничего. То есть можете 3 тысячи не тратить? Да. Тысяч пять. Почему такую сумму? Ну, исходя из бюджета. Наверное, тысяч пять, наверное. Ну, может, какой-то небольшой подарок, цветы там. Ну, на каждого человека. Как-то так. Тысячи полторы-две на самом деле. На самом деле, вообще, я же и денег не жалею на маму и вообще на девушек. То есть, ну, у меня такое отношение к девушкам. Это все-таки они святые, и нам надо к ним хорошо относиться. Для любимого я себя потратил. Всего. И готов еще тратить, и тратить, и тратить. Ну, в денежном эквиваленте, ну, я думаю, месячную зарплату можно. Каждая третья россиянка мечтает получить в подарок на 8 марта ювелирные украшения. На втором месте по популярности косметика и парфюмерия. Такой подарок мечтают получить 30% опрошенных женщин. А вот подаренные цветы, посуда и даже деньги не вызовут восторга у представительниц прекрасного пола. Трудовые коллективы из Люберец сразились в волейбол за кубок главы городского округа. Свои команды выставили образовательные учреждения и производственные предприятия. Кто завоевал заветный трофей, знает Григорий Ворванин. Из 15 команд, участвующих в турнире, явных претендентов на чемпионство было несколько. В их числе команда 15-го лицея. Она уже становилась победителем соревнований по волейболу среди педагогических коллективов городского округа Люберцы. Подтвердить статус одного из фаворитов волейболистам удалось в первой игре. Победа с большим преимуществом над командой школы номер 19. Мы первый год играем, так что настраивать нас не надо. Я вот 20 лет в любое уже. В принципе, мне никакого настроения не надо для игры. Встреча достойная финала. Так можно сказать об игре между командами БТ-Кран и лицея номер 4. На площадке эти соперники не уступали друг другу, попеременно ведя в счете. Преподаватель лицея Аназотова признается, в последний момент победить ее команде помешал неверный расчет. Когда ты выходишь на площадку и знаешь, что напротив стоит хорошая команда, в конце ты надеешься на лидеров, а лидеры испытывают в этот момент большие нагрузки, и поэтому не всегда получается. На площадку в составе команды школы Олимпийского резерва вышел депутат Совета депутатов городского округа Павел Софьин. На стадии 1-8 финала его коллектив легко одолел соперников из 54-й школы. Я во все виды спорта стараюсь заниматься и лыжами, и коньками, и тяжелой атлетикой, и футболом. Сейчас прекрасный турнир волейбольный, вот поиграем в волейбол. У нас хорошая команда, надеюсь, что мы покажем здесь хорошие результаты. Соревнования проводились по олимпийской системе. Проигравшая команда выбывала из турнира. В финале за кубок главы городского округа сыграли представители Дворца спорта «Триумф» и Школы Олимпийского резерва. Фортуна была на стороне триумфаторов. Они получили главный трофей. Григорий Ворованин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах стартовал региональный этап всероссийских игр школьных спортивных клубов. За право представлять Московскую область на российском уровне боролись команды из Воскресенска, Раменского, Ногинска, Одинцово и Люберец. На соревнованиях побывали и мы. Региональные соревнования школьных спортивных клубов городской округ Люберцы принимают второй раз. В этом году в них участвует 9 команд. Первый отборочный этап – легкая атлетика. Наш округ представляет спортивный клуб «Виктория» из 53-й школы. В таком составе ребята собрались впервые. Пробежать быстро и не уронить эстафетную палочку помогли многочисленные тренировки. Часто проводим пробежки. У нас там есть замечательный лес, по которому мы бегаем с нашим тренером. Также там проводятся тренировки по различным видам спорта. По типу волейбола, футбола, черлидинга. Финишером у «Виктории» была капитан Диана Рэмп. Девушка профессионально занимается черлидингом. Уверена, это помогло ей в решающий момент не растеряться и распределить силы на спринтерской дистанции. Все зависит от того, на что ты настроен. Если ты настроен на победу, то у тебя будет результат лучше. Если ты настроен на то, что у тебя ничего не получится, то и результат будет хуже. Показать лучший результат в эстафете стремились все школьные спортивные клубы. И это, как выяснилось, было самым сложным. В каждом забеге участвовала только одна команда. А значит, ориентироваться на скорость соперника не получится. Выкладываться приходится здесь и сейчас. На кону выход в финальную стадию регионального турнира, куда попадут только четыре команды из девяти. По итогу сегодняшнего отборочного этапа у нас будут соревнования по настольному теннису и соревнования по баскетболу, которые также мы проведем в городском округе Люберцы. После того, как станут известны результаты по всем трем дисциплинам, будет определена команда-победитель. Она в мае представит Московскую область на всероссийских играх школьных спортивных клубов. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Фонарики, змейка, саночки и циркуль. В Люберцах прошел первый этап Кубка городского округа по роллер-спорту. В турнире приняли участие 50 спортсменов из Москвы, Жуковского и Люберец. Соревновались в нескольких возрастных группах и дисциплинах. Григорий Ворванин продолжит. Для сестер Евы и Марты Гетман это первое соревнование и сразу на Кубок городского округа Люберцы. Участвовать в турнире им не страшно, ведь рядом родители и тренер, который всегда подскажет. Да и в программе выступления только любимые элементы. Мне нравится ласточка, фонарики. Еще мне нравится, как там замеречки вперед, замеречки нажат, мне нравится. А мне тоже все нравится. От своих сестер не отстает и Марк. Кататься на роликах начал около года назад. Говорит, этот вид спорта классный. Даже когда просто катаешься в парке, это почти что тренировка. Но одними роликами Марк решил не ограничиваться. Когда закончу ролики, буду кататься на коньках. Кубок городского округа Люберцы по роллер-спорту проводится по двум дисциплинам. Фристайл с лалом и фигурное катание. Если с первым все понятно, сбил конус минус балл, то прыжки, вращения и развороты оцениваются так же, как в фигурном катании на льду. Судьи выставляют две оценки за технику и артистизм. Оцениваются все элементы, которые спортсмены выполняют. Каждый элемент имеет стоимость. Помимо элементов, судьи оценивают пять компонентов программы. У младших спортсменов компонентов чуть поменьше. В основном они отражают как раз именно художественную сторону их программы. То есть мастерство катания, представление программы. Кубок городского округа Люберцы проводится в новом формате. Он поделен на четыре этапа. Следующий пройдет 1 мая. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова